Всем здравствуйте! Очень рада тем, кто присоединился на мой канал. Рада, что он растет и что у нас становится все больше и больше, и вы пишете все больше и больше вопросов. Я очень вам за это благодарна. Сегодня говорим, почему нельзя продолжать то, что вам больше не служит. Это такие маленькие ответы на ваши вопросы, я их в онлайне отвечаю. Многие мне пишут о том, что мне не нравится то, что я делаю, мне не нравится то, где я живу, или мне не нравится то, чем я занимаюсь. И вот такие маленькие моменты, помарки в том, что мне это больше не служит, но я все равно продолжаю этим заниматься. Почему я продолжаю все равно этим заниматься? Потому что есть всегда у человека страх. Страх в том, что у него не получится, что-то не случится, что-то пойдет все равно не так, и будет что-то, что еще усилит состояние стресса. Организм, когда находится постоянно в состоянии стресса, достаточно сильно работает на износ. И если мы с вами говорим про то, что вы до сих пор работаете на любимой работе, живете там, где вам не нравится, общаетесь с людьми, которые вам не нравятся, это выбор, который вы сделали и продолжали делать из раза в раз. Почему же нельзя оставаться там, где вы есть, и полностью-полностью быть там? Потому что когда мы с вами говорим про возраст, стресс, страхи, они только увеличиваются. И бывает цель не победа, а преодоление себя. И если мы с вами говорим про то, что вы можете застрять там, где уже невыгодно, где уже ни разу не интересно, это добавит только дополнительного стресса. И то, что вам уже не служит, оно идет только против вас. И если мы с вами говорим про какую-то храбрость, про какие-то моменты, связанные со страхами, это создает только дополнительную нагрузку на энергию. Если у вас ее очень много, можете продолжать. Если у вас энергии немного, то всегда работайте с тем, что вам хочется. Потому что одна жизнь, одно состояние, одна энергия. И если постоянно так вот этим пренебрегать, то вы можете просто потерять жизнь. Многие люди боятся выйти за пределы своих границ, потому что боятся потерять все. И чтобы не потерять все, ребят, очень важно спросить, а что у меня есть, чего я достиг, что я сумел и чего я не сумел. Чтобы выйти замуж, иногда достаточно просто пойти к психологу и решить вопрос, что в моей голове не так. Иногда для того, чтобы сбросить пару кило или набрать, нужно не читать и не слушать, а пойти к профессионалу, и он поможет. И если есть перекос какой-то приоритетов или равновесия, то мир это чувствует. И другой момент. Не всегда бедный станет богатым, и не всегда богатый потеряет все. Почему я так говорю? Потому что, когда вы цепляетесь за привычные, рутинные вещи, иногда это становится невыносимым. И если вы сидите неудобно, если вы занимаетесь тем, что уже не хотите, поставьте себе цель выйти из этого. За два, за три месяца, за год, за десять лет. Не будьте там, где вам больно. Это токсично. Правда. Пишите вопросы, и я с радостью вам отвечу. Вы на канале 30+. Я Алена. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok